В Армении обвинили Россию в утрате Карабаха. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян унизил народ страны, обвиняя Россию в утрате Нагорного Карабаха, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее Григорян заявил, что Россия якобы захватила Нагорный Карабах, после чего передала регион Азербайджану. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла. Вот и вся реальность. О чем говорит этот обмен любезностями, комментарий Георгия Бофта. Слова секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы захватила Карабаха и отдала его Азербайджану, трудно понять со стороны, настолько они кажутся странными. Отчасти, наверное, тут сыграли эмоции. Для Григоряна, 1983 года рождения, Карабах еще советский, является родиной. В начале нулевых он к тому же два года отслужил в армии и обороны, сама по разглашенной республике. Однако нельзя не заметить, что в последнее время, в том числе сугубо эмоциональные заявления некоторых политиков Армении, с повышенной болезненностью воспринимаются в Москве, и картину двусторонних отношений не улучшают. Тем более, что последнее заявление Григоряна вполне коррелирует с не менее резким выпадом премьера Пашиняна, но уже в адрес Белоруссии, когда он обвинил ее в содействии Азербайджану в захвате Карабаха. На днях последовал еще один демонстративный жест в сторону Минска. Глава МИД Армении Арарат Мирзаян встретился в Литве с проживающей там лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и во время встречи был согласован вопрос об открытии в Ереване офиса Координационного совета белорусской оппозиции, на что Минск, союзник по ОДКБ, уже ответил нотой протеста. Ранее Пашинян не раз предъявлял претензии к ОДКБ за то, что организация не вмешалась в военный конфликт из-за Карабаха на стороне Еревана, а потом заморозил участие в ней, как и уплату членских взносов. При этом на всем протяжении существования самопрозглашенной республики, Нагорный Карабах, Ереван не признавал ни ее независимость, ни тем более вхождение в состав Армении. На этом фоне армянское руководство делает пока по большей части все же демонстрационные, а не субстантивные шаги навстречу Западу, включая НАТО и Евросоюз, всячески подчеркивая намерение перейти от однозначной ориентации на Россию к многовекторной политике. Даже в отношениях с Турцией наметилось вполне предсказуемое на фоне подготовки мирного договора с Азербайджаном потепление. Кстати, переговоры по этому мирному договору проходят в Казахстане, в Алматы, а вовсе не в Москве, где, помнится, именно посредничество российского президента остановило войну между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года и спасло Ереван от еще более сокрушительного военного поражения. На этом фоне главы МИД Турции и Армении в развитии состоявшегося несколько дней назад телефонного разговора Пашиняна с Ардаганом договорились о подготовке приуроченного к открытию армяно-турецкой границы совместного заявления, в котором, в частности, планируется поставить точку в проблеме геноцида армян 1915-1923 годов. Стороны вроде бы намерены подтвердить непричастность и невиновность властей современной Турции и отсутствие претензий со стороны армянских властей. А совместная граница может быть открыта уже этим лет. Хотя Турция признала независимость Армении еще в 1991 году, дипотношения между странами так и не установлены. Помимо сложных дискуссий по поводу геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, есть и территориальные вопросы. В 1921 году, после заключения Карского мирного договора, Армения лишилась части территорий, в том числе горы Арарат. Тот договор Ереван так и не ратифицировал. Однако все это не помешает постепенному развитию экономических отношений между соседними странами, включая, возможно, поставки энергоносителей, по которым Ереван сейчас почти полностью зависит от России. Однако и с Россией Ереван тоже не хочет резко рвать. Да и Москва не делает резких движений, ценя взаимный торговый товарооборот во внушительные 7 миллиардов долларов, что отражает немалую роль Армении в российской внешней торговле в столь непростое время. К тому же и в самой Армении найдется немало тех, кто старается сгладить лишние отрицательные эмоции. Так, на днях представитель всей той же правящей фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков заявил, что выход из УДКБ для Еревана не стоит в повестке, как и вступление в НАТО. Все остальное пока эмоции. Правда, их в последнее время как-то много. Субтитры создавал DimaTorzok